Приветствую всех, на экране War Thunder Mobile и с вами как всегда Ревисарио. Буквально вчера нам забросили небольшой анонс, который вызвал вопросы у некоторых игроков. Для тех кто в танке речь о двух видео, в которых демонстрировались премиальная версия сетапа предстоящего первого Леопарда и Т-54Е1. Но чуть позже данные видео были удалены первоисточником и нас попросили не распространять данный видеоряд. В связи с этим обойдёмся кратким пересказом событий без видео, но думаю те кто успел их увидеть наверняка поймёт о чём речь. Давайте разбираться и как всегда при этом просмотра. Итак скажу сразу, что эти самые видео не несли какой-либо особой информации. Ведь как я и сказал в начале, нам показали премиальную раскраску Леопарда, которую мы сейчас не можем никак посмотреть и зачем-то вызвать Т-54Е1, который наоборот думаю со всех ракурсов рассмотрели и без слитого видео. Но вопросы от игроков возникли там, где их судя по всему не ожидали. Ведь на тех самых видео в ангаре присутствовала кнопка тест-драйв, и она-то и послужила дальнейшим удалением материалов. Любопытно и то, что некоторые инфо-цыгане подхватили волну и начали писать о том, что эту самую функцию нам давно анонсировали. На самом деле этого анонса никогда не было, и тест-драйвом пользуются исключительно разработчики, которые тестят ещё не введённую технику. Второй момент, на который также обратили внимание игроки, это курсор мыши видео. Следовательно, поднялся вопрос о том, что разработчики планируют сделать игру на каком-то эмуляторе. Насколько я знаю, этот вопрос тоже официально пока что не поднимался, и на данный момент игру невозможно скачать ни на одном из доступных эмуляторов. Поэтому до сих пор она поддерживается исключительно на мобильных устройствах. А насчёт курсора мыши, то тут тоже ответ очевидный. У разработчиков, скорее всего, имеется свой отдельный порт на ПК, на котором они собственно разрабатывают и тестируют новые механики и технику. Но то, что этот самый порт может стать общедоступным, я пока что слабо верю. Во всяком случае, как и сказал, разговоров об этом пока что не водилось. Ну и напоследок, я не совсем понимаю решение удалять эти самые видео. Ведь их можно было просто дополнить простыми пояснениями. И в любом случае, всё, что было залито в интернет, из него никуда не исчезнет. И даже сейчас, после просьбы разработчиков, некоторые ютуберы и телеграм-каналы всё ещё не удалили эти самые видео. Но веряю, что там ничего особо интересного нет, а все нюансы мы уже и так с вами разобрали. На этом всё, держим руку на пульсе и следим за новостями. Не забывайте, как всегда, о ритуалах ютуба и моих сообществах в телеграм-дискорде. Все ссылки будут, как всегда, в описании под видео. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.